1 мая 1937 года С чьим именем люди связывают свои многочисленные победы и достижения последних лет Благодаря ему страна поднялась из руин гражданской войны И доказала Западу свое право на существование Как сильное и независимое государство Народ поверил в него И сегодня здесь все советские люди переживали гордость За него своего вождя и свою великую и могучую Родину Но только избранные знали, какое смятение царило в этот момент на правительственных трибунах Прошел слух, что вот-вот будет взорван мавзолей В зловещем, мрачном молчании застыли у его подножия маршалы Тухачевский, Егоров и комиссар первого ранга Гомарник Организаторы военного заговора Они отложили захват власти И теперь, ввиняя себя за малодушь и медлительность, ничего изменить уже не могли Сразу после завершения парада заговорщики спешно покинули Красную площадь В рядах их сторонников возникла паника и тревога Только он, вождь, как обычно, был невозмутим и спокоен Он уже знал о планах военных и принял все необходимые меры Эта борьба длилась почти полтора десятилетия Ленинское окружение, состоящее из таких же, как он, эмигрантов Доставленных в Россию в 1917 году Никак не могло ожидать, что после смерти вождя на первый план Станет постепенно выходить человек не их плана И даже не их национальности Для которого идеи мировой революции и мирового господства Померкнут перед стремлением возродить Россию Эти захватившие власти народцы были настолько уверены в своих силах Что их лидер Троцкий даже не посчитал нужным присутствовать на похоронах Ленина Незадолго до этого они в очередной раз упрочили свои позиции Приняв на пленуме ЦК в ряды РКП несколько тысяч членов Еврейской коммунистической партии Стоявших на сионистских позициях Так что же хотели эти победители России? Из выступления Троцкого На погребальных обломках России мы станем такой силой Перед которой весь мир опустится на колени А вот что писал его соратник Бухарин Пролетарское принуждение во всех своих формах Начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью Является методом выработки коммунистического человечества Из человеческого материала капиталистической эпохи Прошлое России для них не существовало Потому с таким злорадством отплясывали Бухарин и Зиноги в Кремле На поверженных в углавых орлах Хорошо известно, что Сталин впервые встретился с Троцким В 1905 году на Томерфорской конференции И сразу они оба друга возненавидели Вот бывает такое вот Вот ни за чего Тогда же он заявил, что после съезда Где партия Дарья Борисович Что вот значит там Скажут, что надо нам в партии произвести маленький еврейский погром Сталин пошутил так Он прекрасно понимал Природный человек, так сказать Или человек Человек воздуха Человек космополитический Для которого страна Где он живет Страна проживания Посмотрите вы Троцкий нас подвижный Троцкий где только не жив Весь мир объехал И в Норвегии жил И в Мексике жил И умер там И в Америке жил И в Канаде был И в всех странах Европы был И сразу спокойно там жил себя Стальные его товарищи Все время были в России И Грузина Джинькидзе И Русский Молотов И Игорь Каганович И Армин Микоян Все были тут Отрываясь от своего народа Общего народа Российской империи Потом Советского Союза В этом-то и соль Что Станин Был природный человек Так сказать Народный человек Потом был народным вождем Отсюда стал Потому что И в ссылке Он был простым человеком И потом Когда был вождем Никто не воспринимал его Как какого-то сверхчеловека А Троцкий все время Станин Себя Сейчас говорят Позиционировал Все время Представлял себя другим Потому что он-то был жесток Так что Сил никаких нет Эти борцы за демократию Как они любили себя называть Уже в начале 20-х годов Познакомили русских людей С прелестями концлагерей Под предлогом борьбы с голодом Ограбили тысячи храмов Стремясь уничтожить Самую душу народа Его веру Богатства России Шли за рубеж тем силам Которые финансировали Так называемую Русскую революцию И на чьи деньги Пламенные революционеры Долгие годы Существовали за рубежом Только за 8 месяцев 1921 года В США поступило 767 тонн золота Львиная часть Из России В числе главных получателей Фирма еврейского банкира Якова Шифа Одного из главных спонсоров Революционеров Именно Яков Шиф Помог Троцкому Сделать головокружительную карьеру Сразу после его прибытия в Россию Летом 1917 года Его видела тайное мировое правительство Управляющим территорией Бывшей Российской империи Чья армия Должна была устанавливать в мире Новый порядок Широко известны Сказанные в этой связи Слова Троцкого Россия это хворост Который мы бросим в костер Мировой революции В планах председателя Реввоенсовета Было создание национальных частей В Красной Армии Для подавления сопротивления Русского народа Эти представители Интернационала Ощущали себя гражданами мира Для них Россия Была чужой страной Они ее боялись И презирали Сталин в их среде Чувствовал себя неуютно В отличие от большевиков Эмигрантов Он не сотрудничал С зарубежными Подрывными центрами Не имел счетов В иностранных банках А навечно связал Свою судьбу С Россией Рядовым коммунистом Он казался верным Ленинцем Хранителем доктрины Который критиковал Оппонентов Исключительно В интересах дела Благодаря природным Качествам Прежде всего Уму и обаянию Сталин смог Расположить к себе Многих партийцев Увидевших в нем Твердого И надежного Руководителя Это был 22-й год Уже война Закончилась И надо было Переходить на Мирные рельсы Работать Понимаете А работники Из них Прямо скажем Никудычные были И партийный аппарат Разросся Сегтариат Там что-то По-моему По 900 человек Сиди Бог памяти Я сейчас просто Расскажу И порядку Не было никакого И тогда Ленинц Сказал Что нужно Одного человека Чтобы беспредел Прекратить Кого? Ну кто? Есть один Сиди человек Который Который Что не поручишь Он все сделает Это Сталин Но Он человек гордый И он может обидеться Почему Издействует меня Давайте ему дадим Звание Генерального секретаря Без большой буквы И вот он стал Как бы Старшим Партийным чиновником И когда он стал Старшим партийным чиновником Он выстрел Аппарат Партили Те хватились уже На каком-то По-моему На 14 съезде А да 14 съезде Когда была Индустриализация И они пытались Его свалить И они увидели Что все Вся власть Принадлежит Партийному аппарату Все визы Получаются В ЦК На 2-й площади Вот я хочу вас назначить Министром Я сначала завизирую У меня ее То есть Придел в аппарат К Сталину И шли Они все Они думали А вот мы захотели А уже все нет Командующий Допустим Я не знаю Армии Визируется Там в военном Аппарате Вот в чем Тут с одной стороны Ну как бы сказать Чиновничье искусство Сталина Понимаете Вот сказалось Он создал А с другой стороны Это ему облегчило борьбу Товарищи Стоит Великая задача Нам теперь Нужно больше Вскоре после смерти Ленина Сталин объявил Леенский призыв в партию И стал готовить Своих сторонников Из числа представителей Коренных национальностей Троцкие его люди В политбюро Поняли Что они плавно И неумолимо Переходят в оппозицию В декабре 1925 года Сталин поставил Перед партией задачу Строить хозяйство так Чтобы страна Не превратилась В придаток Мировой системы капитализма Чтобы хозяйство Советского Союза Развивалось Самостоятельной Экономической единицей Опирающейся Главным образом На внутреннюю Мировую закулису Ее ставленников В СССР Такой курс Совершенно не устраивал Не для того Столько сил Было потрачено На свержение Русской монархии Чтобы Россия Стала независимым Государством Но открыто О таких вещах Не говорят Поэтому Пятая колонна Стала отрицать Возможность Победы социализма В одной стране Что означало На деле Капитуляцию Перед Западом А ее Зарубежные покровители Начали срочно Готовить почву Для прихода К власти В Германии Националистических сил Чтобы в случае Провала Пятой колонны Свергнуть их руками Непокорных Кремлевских правителей В конце 20-х годов В Советском Союзе Фактически Установилось Двоевластие Высшие должности Находились У национально Ориентированных Политиков А наркоматы В том числе ОГПУ У представителей Пятой колонны Поэтому Многие важные Начинания Кремля На практике Приводили К противоположным Результатам Большие возможности Вызвать недовольство Населения Открывала Компания Коллективизации Этот тяжелейший Для судеб России Социальный эксперимент Был неизбежен В тех исторических Условиях Город Хронически Недоедал Страна Испытывала Жестокое Давление Извне Не имела Стратегических Запасов Продовольствия И во многом Зависела От зажиточных Крестьян Которые были Враждебно Настроены К советской власти К тому же Политика Создания Коллективных Крестьянских Хозяйств Была выработана Еще при Ленине Она так Крепко Засела В умах Этих Ненавистников Русского Народа Что Отказаться От нее Сталин В то время Просто Не посмел Когда Мужик Завладел Землей Он стал Хозяином И он понял Что Без хлеба Никто жить Не будет Хлеб Вода Воздух И он сказал Я вам хлеб дам С властью Но вы мне дайте Бензин Стекло Стройматериалы Лошаден И прочее Дело То есть он Стал диктовать Обмен А Сталин У нас Через 10 лет Уже война У нас Прут Вот они Уже Сбоку У нас Нет Орудий У нас Нет Самолетов У нас Есть Танков Мы Все Должны Это Сделать Ну как Мы Заплатим А я Это Ваша Забота Ваша Проблема А у меня Вот Это И тогда Сталин Когда проехал В 28-м году Он доехал До Рубцовки Туда На Алтарь Он посмотрел Хлеба много Хлеба гонит Самогон И вот Он ехал И тогда решил Ну что же делать Идти В услужение Кулаку Или все-таки Заломать его Все-таки Сделать его Государственным Человеком Пускай он подумает И одержали И был такой Секретарь Он потом В Украине Был Потом На Волге Хатаевич Мандель Он когда увидел Что мужики Стараптивые Старые Он сказал Прочие слова Надо им Показать Кто в стране Хозяин И тогда Было сделано Вымели Весь семенной Хлеб На Украине Это было А мужик Уже сам кинулся А чтобы вам Не досталось Так и он Весь начал Резать хлеб Вот когда Голос Будет Понимаете Голос Это было Ищет искусственно Это сделано Но это было Безобразие Понимаете Это была Борьба С покоренным Народом Освоение Покоренной Страны Мы здесь Хозяева А не вы Вот как Дело Тем не менее Многие его выступления Подготовленные документы Тех лет Позволяют Сделать вывод Что генсек Пытался смягчить удар Наносимый По крестьянству Вот лишь Один факт 8 мая 1933 Года Правительство Приняло Постановление О прекращении Массовых Выселений Крестьян Однако Руководство ОГПУ Во главе С Менжинским А затем Егодой Только спустя Полтора года Дает такое поручение Органам ОГПУ На местах Заметьте Это происходит Спустя 4 года После высылки Троцкого Из страны Что же Говорить О ситуации В 20-е годы Когда Сталин Во многом Зависел От этих Половенчатых Друзей Революции Оказавшись У власти Не умея Ничего делать Кроме Как грабить И расстреливать Старая Ленинская Гвардия Погрязла В междуусобных Разборках Чем И воспользовался Сталин Он то поддерживал Каменева С Зиновьевым Против Троцкого То Бухарина Против Зиновьева И Каменева Прекрасно понимая Какая опасность Грозит молодому Советскому Государству От этих людей А ведь Они занимали Ответственные Посты в стране Которая Постоянно Находилась Под угрозой Вторжения И при этом Имели налаженную Связь с Эмигрантом Троцким Который Уже Вел Переговоры О сотрудничестве С руководством Национал-Социалистической Партии Германии Но об этом Сталин Узнает Позднее А сам он Троцкий Вот интересная Штука На чем он Сразу Усял Был в Турции Потом он Пришался в Германию И в 1934 году Ему Гитлер Вроде бы Атисимитрия Он ему присвоил Звание Первому Почетный Ариец Кстати Американцы В Германии Для нацистского Режима Построили 288 Крупных Промышленных Предприятий Шесть Огромных Танкеров Бороздили Океан И ездили На базу Немецких Подводных Лодок На Канадских Островах Их никто Никогда Не топил Это были Команды Из СССР Бомбардировщики Геринга Летали На американском Бензине Это надо Все знать Вермахте Член Вермахта 150 тысяч Иудеев Солдат И когда Сталин Посмотрел Списки Пленных Под Москвой Он увидел Позвольте 10 173 Иудеев Пленных Солдат И кстати 383 Цыгана Однако Уже В 1927 Он пророчески Сказал Что создается Нечто Единого Фронта От Чемберлена До Троцкого Да Угроза Стране Исходила Как снаружи Так и изнутри В СССР Фактически Появилась Нелегальная Троцкийская Партия Которая Использовала Свой богатый Террористический Опыт Накопленный До революции А занятие Высоких Должностей Открывало Широкий Простор Для Организации Саботажа И диверсии На судебных Процессах 36-38 Годов Открылась Правда О крушениях Поездов И взрывах На шахтах Замороженном Строительстве Важных Военных Объектов И подготовке Заговора С целью Захвата Власти Диверсии Саботаж Предпринимались Для того Чтобы нанести Как можно более Чувствительный Удар По экономике Нашей страны В преддверии Нападения На нее Германии В том Что эта война Не за горами Руководители Пятой колонны Не сомневались Из материалов Судебных процессов 37-го года Явствует Что в обмен На власть Пятая колонна В лице Троцкого Рады Капитакова И других Готова была Пойти на Расчленение Советского Союза Передать Иппонии Приморье И Преамурье А Германии Украина В стране Предполагалось Реставрировать Капитализм С тем Чтобы превратить В сырьевой Предаток Запада А вот что Говорил один Из лидеров Троцкистов Карл Радек На судебном Заседании 24 января 1937 года Теперь мы Должны Драться За то Чтобы здесь Господствовал Иностранный Капитал Который Нас приберет К рукам Раньше Чем даст Нам власть Из выступления Пятакова Немецкие Фашисты Обещают Троцкист Казиновьевскому Блоку Благоприятные Отношения И поддержку В случае Прихода Блока К власти Но за это Фашисты Получают Известные Территориальные Уступки Тогда Сталин Наверняка Корил себя За ошибку Совершенную В 29 Году Когда он Поверил Лицемерному Покаянию Сторонников Высланного За границу Троцкого Многие Из них Не только Были Восстановлены В партии Но и Вернулись На руководящие Должности Придя в себя Они вновь Наладили Контакты С Троцким И вернулись К своей Разрушительной Деятельности В их руках По-прежнему Оставался аппарат ОГПУ НКВД С его помощью Готовились Террористические Акты Против Руководителей Государства Зная о том Что некто Николаев Питает Жуткую Ревность К лидеру Ленинградских Коммунистов Сергея Мироновичу Кирову Заместитель Начальника ОГПУ По Ленинградской Области Запорожец Ставленник Наркома Игоды Не препятствовал Ревнивцу Убить Свою Жертву Перед этим Николаева Дважды Арестовывали С револьвером В том числе У ворот Смольного И спокойно Отпускали Восвоясь Сталин был прав Когда сразу После получения Информации Об убийстве Кирова Обвинил В нем Троцкистскую Оппозицию Позднее На судебных Процессах Ее лидеры Не будут Отпираться От соучастия В этом преступлении А тогда В 34 Году Они сделали Вывод Что ограничиваться Одиночными Террористическими Актами Нельзя Террор Должен Стать Тотальным Вот они Эти элементы Вот они Эти Лазутчики Разведчики Японского Империализма В нашей Стране Вот они Агенты Военного Министра И армии Собирающие Свои силы На рубежах Нашей страны Для Нападения На наши Священные Границы Они Они даже Сговаривают О том Как этих Кто откроет Фронт По их Собственному Приказанию Отдать Под суд И судить Чтобы сыграть Как выразился Цинично Бухарин На патриотических Лозунгах Я вам Процитировал Доварищи Судьи На одном из заседаний Судебного Следствия Также то Показание Бухарина Где он Говорит О поднимающейся О громадной О высоко Уже поднявшейся В волне Советского Патриотизма Который не позволит Играть своей страной Никому и никогда Который не позволит Замышлять Измену В своем доме Безнаказанно Который за каждый Шаг этой подлой Измены Потребует Расплаты Головою Жизнью Изменников Они готовят Измену Они готовят Открыть Фронт Нашей страны Они готовят Открыть Границы Нашей страны Они готовы Открыть Широко Вороты Иностранному Завоевателю Но они Хотят Изобразить Это дело Так Как будто Это черное дело Каких-то иных Чужих рук Против которых Они Видите Вот эти вот Изуитые Фарисеи Эти иуды Искариот И Василий Ишуйский Поднимают Теперь свой Голод Поднимого Советского Патриотизма Игра Разоблачена Маска Предательства С их Облика С их Лиц Сорвана И сорвана Раз И навсегда Побывавший На открытых Судебных Процессах Известный Французский Писатель Леон Фехтвангер Так отзывался О троцкистах В своей книге Москва 1937 год Большинство Этих Обвиняемых Были В первую очередь Конспираторами Революционерами Бунтовщиками И сторонниками Переворота В этом Было Их призвание Они Видели В государстве Сталина Искаженный Образ Того К чему Они А вот Характерное Высказывание На эту же Тему Троцкого В статье Термидор И антисемитизм Возражения Недоумения Исходят От людей Которые Привыкли Фашистскому Антисемитизму Противопоставлять Эмансипацию Евреев Совершенную Октябрьской Революцией И которым Теперь кажется Что у них Вырывают из рук Спасательный Круг К этому Времени Наркомом НКВД Стал Ежов Сталин Долго Не удалял Палача Егоду Его терпение Иссякло После получения В сентябре 36-го года Рапорта Военной службы Главного управления Госбезопасности В нем Приводились Факты Массового Нарушения Законности Выражавшиеся В привлечении К уголовной Ответственности Граждан За одно Лишь сокрытие Своего социального Происхождения Преступление В партию И комсомола Так Враги народа Добивали детей Тех Кого они уничтожили В годы Гражданской войны Но эти люди Находились в тени На виду Был Сталин Ему и приписывали Все политические Перегибы Были Конечно И ненавистники Такие Как Поэт Мандельштанд Но Сталин Ценя Его талант Пытался Выяснить Причину Этой ненависти Он связывается С поэтом Борисом Пастернаком Говорят Вы хлопочете За вашего друга Мандельштама Спросил его Сталин Дружбы Между нами Собственно Никогда не было Последовал ответ Мы Старые большевики Никогда От своих друзей Не отрекались Сказал Сталин И повесил труп Генсек Имел право Так говорить После смерти Своего товарища Федора Сергеева Известного Под псевдонимом Артем Сталин Уже тогда Занимавший Высший партийный пост Усыновил Его сына С самого раннего Детства Был у меня Товарищ С которым Мы кажется Были неразлучны Это Василий Сталин То есть Мы постоянно Либо жили У них Либо Если они уезжали Жили у моей Матери А затем После смерти Матери Постановлением Политбюро Сейчас у меня Есть Ксерокопия Это постановление От 21-го года После гибели Отца Постановление Где пунктом 18 В повестке Было Значилось Об обеспечении Семьи Товарища Артема После удаления Ставленника Троцкого Ягоды Началась Массовая Чистка Репрессивного Аппарата И руководство ГУЛАГа Трагизм Ситуации Состоял в том Что еще Долгое время В структуре НКВД Параллельно Действовали Две Враждующие Силы Отсюда Становится Понятным Почему В одно И то же Время На Бутовском Полигоне Под Москвой Расстреливают Рядовых Верующих И священников А в других местах Обитателей Знаменитого Московского Дома На набережной Ответственных За геноцид Народов России В первые Годы После Революции А сколько Было Обычных Карьеристов И Недоброжелателей Стремившихся Путем Оговора Ближнего Продвинуться По служебной Лестнице Ижов Ижов Николай Иванович Он был С незаконченным Нишевым Образованием И к сожалению Все беды Он делал Только в евреях И он Увлекся Соревнованием Он считал Что чем выше Показатели Разоблаченных Врагов Тем Он сильнее И дошло До абсурда Области Начали соревноваться Из-за В Казахстане Процесс А почему Беларусь И нет Хрущев Был Секретарем МК И делал Втык своим Вы что Вы посмотрите В Белоруссии 90 тысяч За год Расстрелял Мирон Берман А у нас Побольше Москва А у вас Сколько расстреляно Какой-то там Десяток тысяч Наберется Он втык делал А какие телеграммы Он с Украины Присылал Сталину Дорогой Любимый Сталин Мы каждый месяц Посылаем По первой категории 20 тысяч Нам утверждают 2 тысячи Просим вас Мешаться Это дело Это же все Сохранилось Вот кровавый Палач Это был Хрущев А Сталин Сколько раз Вызывал Ежова Он втолковывал Важен Не еврей Не еврей Важен Важен Сионист И поэтому Я люблю Композиты Исаака Дунаевского Широка страна Моя родная Будет Ну что может быть лучше Прекрасно Понимаете В чем дело Но с другой стороны Когда допустим Такой как Сейд Как Бухарин Он Чистый Хруст Кровей Но он же Негодяй Так как Я могу Бухарин Меня То же Самое Вот Ижову Сталин Доказал Имей ввиду Это дело Ну что Сделаешь Не хватило На основе данных Полученных от Звуковой И воздушной Разведки Определяется Местонахождение Противника И координаты Стрельбы И все же Громкие судебные Процессы Года Скрыли Главное То что Пятая колонна Имеет Разветвленную Систему В армии И готовит Государственный Переворот Собственно Для Сталина Не было Секрета В том Что многие Командующие Времен Гражданской Войны Были В свое Время Выдвинуты Троцким И активно Его поддерживали В 20-е Годы Поэтому В армии Проводилась Чистка Но Как и во Многих Других Делах Пятая Колонна Использовала Эту акцию В своих Интересах Начальник Управления По учету Командных Кадров Фельдман Вместе С армейским Комиссаром Первого Ранга Гомарником Ввели Условный Шифр О. У. В отношении Лиц Нач Состава Увольняемым По политико Моральным Принципам С таким Шифром Фельдмана Из армии Уволили Десятки Тысяч Командиров Списки Их Направлялись В НКВД Многие Потом Были Расстреляны С таким Клеймом Был Уволен Из армии Камбри Крокоссовский Непосредственно Сам заговор Возглавил Маршал Тухачевский Амбициозный С наполеоновскими Замашками При этом Никаких Военных Заслуг Кроме Разгрома Крестьянского Восстания На Тамбовщине С применением Отравляющих Газов И артиллерии У него Не было А свою Стратегическую Прозорливость Тухачевский Проявил Например В том Что В конце 20-х годов Советовал Сталину Произвести Несколько Десятков тысяч Тогда уже Устаревших Танков Которые Нужно было Менять На новые Впрочем Для деятеля Пятой колонны Поступок Выглядит Вполне Логично Вот с Грабиной Я встречался С Василием Григорьевичем Это Оруженник Наш Пушник Он в Оружие Победы Прямо Пишет Как заставлял Его конструкторское Бюро Ликвидировал А пушки Грабина Вот я сам Водглерии Служил Всю войну Прослужили И после войны Служили И за войну Ни одна сторона Реактивного оружия Не применяла Только мы Катюш А он предлагал Реактивное сделать А это все Зарубить Сталин Грабин Но хорошо Реактивное Это потом будет Это же Грабин Пишет А сейчас Вот Так он взял Закрыл Все конструкции Все заводы Которые выпускали Стольную артиллерию Так он говорит Грабин Прямо пишет Я это цитирую Оружие Победы О том Что понимаете Грабин пишет Василий Гаврил Что если бы мы Тухачевского послушали В 41 году Вообще пушек бы не было Это что делал человек Мы говорим Он гениальный человек Это гениальный был человек О заговоре военных Сталин узнал Как принято считать С подачи Хрущева От чехословацкого Президента Бенеша Которому документы Подбросила немецкая разведка Но существует Достаточно убедительная версия Юрия Калабухова О секретном канале НКВД Организованном Английской разведкой При помощи Шефа немецкой Тайной полиции Шелленберга Таким образом Мировая закулиса Помогала Своему ставленнику Берии Завоевать доверие Сталина С тем Чтобы помочь Ему впоследствии Занять руководящую Должность В государстве По информации Следователя НКВД Ушакова Он же Ушемирский Информация была Настолько серьезной Что ознакомившись С ней на допросе 25 мая 1937 года Тухачевский В тот же день Признал себя Виновным Вскоре были Арестованы Фельдман Путна Примаков И другие Заговорщики Скорее всего Сталин решил Не оповещать Население Обо всех Политических Тонкостях Заговора Арестованные Военные Были объявлены Шпионами Иностранных Разведок Вышней мере Уголовное Напазание Расстрел Конфискатель Сего лично Сонежащего Имущества Вот недавно Опубликован материал Хрущев На Сатом Сеезде А помни Мальчишка Еще Вот На делах Тухачевского Кровавые Пятна Люди Читали их Их стекая кровью Недавно Проявили экспертизу Этих пятен Оказалось Что просто Либо красные чернины Попали Либо кто-то Клубнику поел Либо кто-то Вишню раздавил То есть Понимаете Не били Тухачевского Это известно Бабили Не били Конечно История Тяжелая Не дай Бог Снова пережить Это Нашему Народу Нашему Обществу Но другого Способа Избавиться Этой чудовищной Змеиной Такой вот Змеиной Клубка Которая Обпела Верхушку Государства Советской России Было Невозможно Это было Жестоко Но Совершенно Необходимо Иначе Тридцать седьмому Году Тем Что Во Время Войны У нас Не Было Пятой Колонны Далее Он Сказал Что Не считают Реабилитацию Многих Военных Правильной Документы Скрыты Пока Со Временем Ясность Будет Внесена Заключил Молотов Добавим Что Никто Из Проводивших Реабилитацию Не пытался Ответить На вопрос Были Ли Осужденные Командиры Участниками Антисоветских Заговоров Или же Нет А вот Что Думал По этому Поводу Человек С противоположной Стороны Посол США В СССР Джозеф Дэвис Сопротивление Свидетелем Которого Мы В настоящее Время Являемся Говорил Он Вскоре После Начала Войны Было Бы Сведено К нулю Если Бы Сталин И его Соратники Не Убрали Предательские Алименты На вопрос А что вы скажете Относительно Пятой колонны В России Последовал Ответ У них Таких Нет Они Их Расстреляли Перед войной Сталин Активно Исправлял Последствия Вражеских Действий 11 Ноября 39 Года Постановление ЦК Партии Признало Нецелесообразным Практику НКВД Арестовывать И преследовать Верующих Указание Ленина От 1 Мая 2019 Года За номером 13 666 2 О борьбе С попами И религией Адресованное Председателю ВЧК Дзержинскому И все Соответствующие Инструкции ВЧК ОГПУ НКВД Касающиеся Преследования Служителей Русской Православной Церкви И православно Верующих Отменить В соответствии С этим документом Тысячи Верующих Были Освобождены Пересматривались Пересматривались дела И подвергшихся Репрессиям Военных Уже в январе 1938 года В армию На флот Было возвращено 11 тысяч Ранее уволенных Командиров Среди них был И Рокоссовский Бросив Бросив Вызов Мировой Закулиси Сталин Одержал Перед войной Серьезную Победу Вполне Сопоставимую С разгромом Фашистской Германии Победу Без которой Этот разгром Был бы попросту Невозможен Уничтожив Ядро Пятой Колонны Сталин На полвека Отсрочил Развал СССР Со всеми Проходящими Сейчас Негативными Процессами Причем Развал В 30-е годы Носил бы Более Кровавый Характер Имея ввиду Богатый опыт По этой части У пламенных Революционеров А пока 1 мая 1937 года Народ ликовал В праздничных Колоннах Ничего не подозревая О том Что советская Власть В это время Висела На волоске Простые Москвичи Не думали Об опасности Они Гордились Своей могучей Страной И мудрым Руководителем Чьи портреты С восторгом Поднимали Над головами И только Плотная Шеренга Оцепления У Мавзолея Могла Сказать Опытному Наблюдателю О той Тревоге Которую Испытывал Сталин За судьбу Вверенного Ему Богом Государства Вражда К евреям Держится Прочно Только там Где Копала Поместника Жекопиталиста Создала Беспрозетную Темноту Рабочих И Терьян Только Совсем Темные Совсем Забитые Люди Могут Верить Лжи И Кривете Воспространяемой Против Евреям Это Остатки Старого Крепостного Времени Когда Попы Составляли Двигатель Веков На Контракт Когда Существовал Рабский Кривиан Когда Народ Был Задавлен И Безгласен Это Старая Крепостническая Темнота Проходит Народ Становится Зрящим Не Евреи Враги Друдящих Враги Рабочих Капиталистов Всех Стран